привет это видео будет домашним в мороз минус 25 совсем не хочется идти на улицу поэтому свои покупочки сайта массура свал береса также я вам покажу расположившись у своей нарядно немножечко елочки у нас тут даже железная дорога есть вся красота конечно вечером а на ногтях у меня плащ невидимка из адвент календаря скейлов очень необычный воздушный и хрустальный лак несмотря на то что я его в три слоя нанесла и все равно вижу как просвечивает ногтевая пластина больше всего в нем мне нравится зеленый шиммер он так классно светится при искусственном освещении намного красивее выглядит а при дневном немножечко странновато для меня любимчиком к сожалению не стал поэтому поедет он к новой хозяйке вкратце покажу сначала продукты о которых пойдет речь в этом видео у массы в декабре была акция 1000 рублей бесплатная доставка поэтому я взяла вот этот крем для рук с ароматом утреннего латы и еще два лака сводч покажу чуть позже также на валбересе я взяла масло монарда для ногтей это гель для ремовер точнее для удаления кутикулы и еще слайдеры со снежинками и с елочками со снежинками я уже успела сделать маникюр классные они мне понравились очень пристроим я взяла еще два лака от королевы сводчина ромашки вам сейчас покажу а еще на валбересе я взяла вот такие вот коврики на полке в холодильник они называются их 6 штук как раз ровно столько же сколько и ящичков моем хельмере им их я хочу постелить вот как раз под лаки для того чтобы они не скользили все свои магниты а их у меня всего три я храню на вот этой металлической стенки хельмера очень удобно не потеряются чаще всего я пользуюсь магнитом от массуры но насколько я знаю масса оружие их не выпускает очень жаль потому что это один из самых сильных магнитов а вот этим относительно новым кругленьким от мотыльков я еще до сих пор ни разу не намагничивала потому что с тех пор как купила еще не красила магнитным лаком но обязательно сделаю с ним маникюр когда буду красить потому что благодаря вот этому круглому магниту можно сделать модные блики итак приступим уже наконец к покупочкам от массыры я взяла крем для рук и ногтей с ароматом утреннего латте большом объеме 500 миллилитров аромат действительно такой кофейный и очень уютный по зимнему но для зимы не подойдет он потому что очень легкие вот настолько легкие что ну просто кожа его впитывает как воду и нет ощущения потом никакого питания поэтому для весны и лета я бы его посоветовала и я уже показывала летом вам в покупках тоже от массыры крем такое в таком же объеме с ароматом малины его и вот дела в офис на работу и вот за полгода практически я только половину использовала для офиса он очень хорош потому что не жирный очень быстро впитывается но для дома хочется чего-то потяжелее так дальше от массыры я взяла еще два лака это золотая вспышка топпер и вот сейчас при дневном освещении классно очень сверкают частички вообще весь мой заказ вот этот я затевала ради этого топа также у массыра я взяла молочный лак с мультихромной следой единственный лак который мне понравился из всех последних выпусках от массыры называется снежные купола очень такой благородный с ним получается маникюр это молочная база очень украшает ногти уже успела сделать с ним маникюр вместе со слайдерами со снежинками классный лак и мне кажется он у многих уже есть правда единственный косяк за массыры по моему вся партия вот с этим лаком была какая-то бракованная потому что кисточка вылетал из колпачка и пришлось мне ее на супер клей посадить сводчи на ромашке каждый лак здесь нанесен в три слоя снежные купола намного более полупрозрачные просто здесь сама подложка белая от ромашки поэтому невозможно разглядеть всю красоту но в маникюре я вам показала там видно какой он красивый дальше золотая вспышка соло и еще в один слой поверкал он мэй от скей лагер так выглядит ромашка при дневном освещении а вот так уже со вспышкой при этом в комнате светло достаточно темноте еще ярче будет даже в один слой поверкал он мы и он очень насыщенно смотрится дальше покажу две королевы вместе потому что они вышли в одной коллекции желтый зеленый называется chartres am фиолетовый primaver первоцвет переводится я загуглила желтый зеленый chartres хоть и знаю что он с красным шиммером но для меня он явно оранжевый видимо в сочетании с желтый зеленым красный превращается в такой и с ним у меня уже есть задумка я его хочу использовать сочетание с топом от насти слоупок я видел уже такой маникюр в лакочате очень захотелось повторить а следующий лак это уже такой теплый малиновый фиолетовый золотистым что ли шиммером или тоже оранжевым сложно сказать более весенний лак и название первоцвет ему соответствует сводчи на ромашке достаточно полупрозрачно наносились primaver более капризный оставал какие-то плеши но на третьем более-менее как-то выровнялась все chartres же даже на первом слое лег хорошо и видно даже на ромашке сейчас такой гладенький бесплеший шиммер в принципе я вижу как в одном так и в другом при дневном свете и он по моему одинакового цвета даже значит и в primaver он тоже красный масло монарда я взяла впервые знаю что многие давно уже им пользуются она лечебная и я его даже просто в целях профилактики раз в неделю примерно наношу перед сном когда у меня ногти без покрытия и в составе здесь только экстракт монарды цветков храню его в холодильнике потому что пишут что в сухом прохладном месте не выше 20 градусов а дома особенно зимой ну больше 25 наверное даже она жиденькая но при этом очень плотная и когда я его наношу перед сном я прям чувствую как у меня кутикулы и ногти напитались вот чем-то полезным советую его тоже правда аромат у него конечно такой себе а гель для удаления кутикулы от степ я до сих пор еще ни разу не использовала хотя купила месяц наверное уже назад просто для меня теперь новый способ удаления кутикулы актуален последнее время когда я схожу в душ я с собой туда беру всегда кусачки и апельсиновую палочку и пока кожа распаренная прям там же в душе быстренько отрезаю кутикулу такой способ для меня пока намного быстрее а вот этот гель я наверное возьму с собой на работу на случай если там будет возможность делать маникюр покажу состав поставьте на паузу кому интересно активные вещества экстракт ламинарии морская вода применение нанести на кутикулу и через две-три минуты обработать апельсиновой палочкой помыть руки теплой водой с мылом и осталось показать вам слайдеры свалберис только сейчас до меня дошло что была еще одна упаковка с белыми снежинками но их я где-то уже успела потерять сделала с ними маникюр с белыми снежинками и они теперь исчезли в неизвестном направлении ну ладно покажу хотя бы этим с этими елочками у меня уже есть задумка какое буду делать маникюр из последней зимней коллекции от насти лаки с крапушками я взяла как раз сизового цвета и елового думаю будет здорово использовать как раз вот в сочетании с этими заснеженными елочками не как раз примерно таких оттенков когтелаки здесь еще горы тоже есть снежные темни а вот эти снежинки я тоже планирую использовать сочетание с какими-нибудь белыми или голубыми лаками очень правдоподобно они выглядят немножечко слегка выпуклые но 3d их не назовешь и давайте вместе с вами протестируем коврики которые я купила для ящичков и так это дом вот так выдвигаются лайки очень так громко очень тяжелый ящичек но в принципе от того что лаков здесь много и они такие увесистые и так по моему дали не скользят еще разок ну вот слышно как они поехали и сейчас я постелю туда коврик по длине коврик оказался длиннее немного сантиметров на 10 и по ширине тоже сантиметров 10 наверное нужно убрать или подогнуть сейчас я подумаю отрезала лишнее по ширине и постелила коврик гладкой стороной во внутрь а пупырками вверх надеюсь я правильно делаю и проверим сейчас его в действии специально лаков поставила поменьше чтобы честный был тест проверяем закрываем уже я вижу что ничего не едет там и теперь будем открывать сейчас мне нужно помочь себе ногой и так открываю ухты они как прибитые стоят классно этот трюк надо использовать не хельмере но и в полках кухонном гарнитуре например здорово ухты даже вот быстренько открыла все равно стоят классная вещь ну вот и все показала вам все что хотела и к тому моменту когда я закончила снимать видео стало уже значительно темнее огонечки теперь еще красивее горят на елочке надеюсь вам понравилось это видео всем большое спасибо за просмотр скоро увидимся пока пока